Мне очень нравится Минск. Он чистый и уютный. Когда мы прилетели, стояла солнечная весенняя погода. Я получил огромное удовольствие наблюдать за архитектурой и людьми. Мы идем разными путями в области образования. У нас разные культуры преподавания медицины. Но могу сказать, что уровень предоставления услуг в Беларуси очень хороший, а квалификация врачей высокая. Вам есть чем гордиться. Думаю, им необходимо больше интегрироваться, участвовать в обмене опытом, знаниями. Важно повышать этот потенциал на международной арене, поскольку у вас есть чему поучиться и есть что предложить самим. Думаю, что именно со вступлением в ФИГО таких возможностей будет больше. ФИГО – это ведущая международная организация акушеров-гинекологов. Она насчитывает 135 национальных обществ, в которых состоят свыше миллиона акушеров-гинекологов. Кого нам не хватает, так это Беларуси. Мы пытались сделать все возможное, чтобы сподвигнуть ваших академиков на то, чтобы они подали заявку на вступление, показали свои результаты. Думаю, Беларусь официально станет 136-м членом нашей федерации в октябре на Международном конгрессе в Рио-де-Жанейро. Уверен, вы очень быстро проявите себя в нашей организации. Беларусь Беларусь занимает центральное место как в русскоговорящем мире, так и на территории Восточной Европы. Это дружелюбная страна, в которую очень легко попасть. Она вполне может стать центром образовательной деятельности, которая, в свою очередь, будет осуществляться в согласовании с ФИКУ. Это сослужит хорошую службу для развития нашей профессии в целом. Когда вы станете частью большой группы Международного механизма, к вам начнут приезжать люди из разных стран. Ваши специалисты тоже захотят ездить за границу, делиться опытом, общаться. И не только посредством электронных средств связи, а именно лично. Убежден, что именно живое общение играет большую роль в нашем деле. Разумеется, мое отделение одно из самых больших в Италии. Есть и международная школа во Флоренции, где мы проводим курсы как по гинекологии, так и по репродуктивному здоровью с приглашением ведущих мировых специалистов. В отличие от больших конгрессов, это маленькие информативные курсы. 25 курсантов могут взаимодействовать с международным экспертом. Один из дней посвящается тому, чтобы посетить мое отделение, посмотреть уровень организации, пообщаться с персоналом, обсудить клинические случаи. Мы открыты для всех. Конечно, ведь мы здесь не только для того, чтобы доносить свою информацию, но всегда инициируем, чтобы и другие участники максимально раскрывались, говорили о своем опыте. Любое пребывание за пределами обычной среды даже на несколько дней раскрывает разум. Если врачи, которые занимаются здоровьем женщин, не проявляют любопытство к тем новшествам, которые появляются, то пользы от них немного. Важно всегда сохранять любопытство, а это значит интересоваться, что делают другие в твоей сфере, что нового появилось. Когда я выбирал профессию, то хотел такую, чтобы быть очень хорошим доктором, но в то же время и хирургом. И я ее получил. В своей профессии я должен быть также и психологом. Когда вы общаетесь с женщиной, с семейной парой, вы должны понять, что можно и нельзя сказать, учитывать климат в семье, настрой не только женщины, но и мужа. Для меня совмещение всех этих умений было определенным вызовом, и когда я выбирал свой путь в медицине, то принял его. Это очень сложный вопрос. Если пара подумает о рождении ребенка до его зачатия, то сможет избежать множества проблем. Главный совет – планировать беременность. Обращаться на консультации к хорошим специалистам по прегравидарной подготовке, подготовке к беременности. Если есть какие-то небольшие болячки, их можно скорректировать. Ведь если этого не сделать, во время беременности они обострятся. Важно и пересмотреть свой образ жизни, попытаться сделать его максимально здоровым, избавиться от вредных привычек. Да, мы не в силах угадать, какой сюрприз может нам подкинуть различная комбинация генов, но в любом случае вы будете знать, что сделали все возможное, чтобы беременность закончилась рождением здорового малыша. Действительно, такая тенденция есть. Однако, отмечу, что сегодня эти женщины по состоянию своего организма моложе, чем их ровесницы еще 30-40 лет назад. Важным условием для успеха первой беременности в таком возрасте будет ведение здорового образа жизни. Необходимо осознавать риски, однако шансов на то, что беременность будет протекать хорошо и женщина родит здорового ребенка велики. Хотя я не считаю такую тенденцию плохой, но хотелось бы, чтобы она носила ограниченный характер. Женщины должны понимать, что беременность в более молодом возрасте все же имеет больше шансов быть легкой и успешной. Общества развиваются волнообразно. Возможно, через какое-то время мы опять вернемся к тому, что будут популярны роды в 25-20 лет. Сейчас в Италии средний возраст первой рожающих женщин – 30 лет. Будущие матери должны уделять огромное внимание тому 9-месячному периоду, в течение которого они носят свое дитя. Вся забота, которую они проявляют в этот период, должна быть несоразмерно большей, чем за все время дальнейшего воспитания ребенка. Именно во время беременности вы формируете будущую жизнь вашего сына или дочери. Это очень важно знать. Большое спасибо за содержательную беседу! Светлана Стаховская, Геннадий Сукач, 24health.by Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok